Угрожающая цифра, я постараюсь быть краток, чтобы пропустить, может быть, вещи общепонятные, общеизвестные и сосредоточиться на каких-то тех моментах, которые кажутся главными. Но вопросы гемостазов, кардиохирургии совершенно понятны, являются чрезвычайно актуальными в силу и исходного состояния пациентов, и сердечная недостаточность, которая требует от нас поддержания более высоких концентраций гемоглобина для обеспечения транспорта кислорода и отрицательные эффекты, связанные с искусственным кровообращением и, конечно, с особенностями самой хирургии. Из проблем, связанных с исходным состоянием гемостаза, мне хочется обратить сразу же внимание на гипокоагуляцию у детей и новорожденных физиологическую, связанную с цианатическими врожденными пороками сердца и с необходимостью, с неизбежностью значительной делюционной коагулопатии у этих пациентов. Ну, сердечная недостаточность вопрос, мне кажется, совершенно понятный. Опять же, искусственное кровообращение очень часто, когда мы говорим об этом, мы говорим о системном воспалительном ответе, о других каких-то факторах, но вот в плане кровопотери, во-первых, это всегда делюция, во-вторых, дисфункция тромбоцитов неизбежно развивающаяся во время ИК, и контакт крови в стенках операционной раны, которую собирают хирурги коронарными отсутствиями с тканевым фактором, это все тоже приводит к дисбалансу в системе гемостаза. Ну, для демонстрации хирургии я вот такую картинку нарисовал, в общем, не нарисовал, конечно, а вставил слайд, но я думаю, что тоже объяснять ничего не надо. Бывают большие длинные швы на магистральных сосудах, которые требуют внимательного отношения к гемостазу. Ну, и отдельно это большие проблемы маленьких организмов. Во-первых, упомянутый уже дисбаланс гемостаза, он хорош для новорожденного, но совершенно не годится для кардиохирургии. Вот данные нашей клиники, на диаграмме вы видите, что примерно одни и те же степень сложности вмешательств, одни и те же руки хирургические, и дети старше года имеют частоту послеоперационных кровотечений такую же, как у взрослых, а новорожденные до месяца, до 28 дней жизни, каждый шестой выезжает из операционной с признаками кровотечения. Ну, делюция то же самое, объем первичного заполнения, объем прайма у новорожденного лишненамного меньше ОЦК. И несмотря на то, что вот как раз столбичная диаграмма показывает, что прайм может быть в случае маловесного ребенка даже больше, как ни стараются наши перфузиологи, уменьшить длину трубок и сократить его больше, чем ОЦК. И несмотря на то, что для заполнения ИК применяется эритромасса и плазма, а кристаллоидные растворы только для восполнения буферной емкости, вот стандартные клотинговые тесты из приготовленного прайма. Не свернулось АЧТВ, МНО за 3, фибриногена следы, антитромбина тоже совсем немного. Ну, и так, для снижения кровопотери, для контроля над системой свертывания, кардиоанастазиологии, конечно, применяется весь арсенал препаратов от антифибринолитиков и фибриноген. Факторная коррекция гемостаза. Я остановлюсь только на, коротко, на факторной коррекции, на применении факторов свертывания в кардиоанастезиологии. Начнем, конечно, мы всегда с восстановления физиологических условий. Очень часто выпадает из поля зрения кальций, уровень кальция по нашим наблюдениям, и тромбоциты. Вот тоже данные нашей клиники, просто взяли тысячу пациентов, посмотрели, как меняется количество тромбоцитов во время перфузии, и, в общем, 30-процентное снижение совершенно точно. Фибриноген. Большая проблема в современной, скажем так, отечественной кардиохирургии, поскольку отсутствуют препараты фибриногена, и из приведенного списка доступными являются СЗП, и криопрецепитаты тот не всегда. И не тратя время на перечисление всех отрицательных сторон применения свежезамороженной плазмы, обращу ваше внимание только на вот эту цифру. Концентрация фибриногена в плазме – это примерно 2 грамма в литре. Криопрецепитат абсолютно похож на плазму, за исключением, по всем своим отрицательным сторонам, за исключением того, что в малом объеме содержится все-таки достаточно большое количество фибриногена. Препараты фибриногена были бы хороши, но их нет. Здесь приведены данные работы, где демонстрируется сравнение влияния терапии свежезамороженной плазмы при массивной кровопотере на общую кровопотерю, на количество необходимых дополнительных аллогенных трансфузий, на смертность, продолжительность пребывания в клинике и так далее. И видим, что мнение о плазме, мягко говоря, об эффективности плазмы, мягко говоря, неоднородно. То есть примерно половина работ отмечает ее положительные стороны, и не меньше – отрицательные. Мнение о фибриногене – либо положительное, либо нейтральное. То есть при применении для терапии кровотечений препараты фибриногена были бы хороши. Это констатируют и гайлайды, где рекомендованный таргетный уровень для начала возмещения – полтора-два грамма при наличии кровотечения. Но кардиохирургия имеет свои особенности, как мы все знаем. Вот три работы, которые анализируют достаточно большое количество пациентов, вот 2154 человека, и послеоперационное кровотечение ассоциированы с исходным уровнем меньше 2,5 грамма в литре. То же самое – 2800 больных, на конец ИК – 2,2 грамма в литре. Поступление в реанимацию – снова 2,2 грамма в литре. Минимум наши данные – это 2,1 грамма в литре. Все, что меньше, угрожаемо по кровотечению. То есть получается, что с помощью плазмы восполнить фибриноген требуемой концентрации просто в принципе нельзя. То же самое и доза необходимая – 7,8 грамм, 70 миллиграмм на килограмм, то есть в среднем получается 5-6 грамм, 6,5 грамм. Опять же, 3 литра плазмы перелить человеку в кардиохирургической, операционной не всегда возможно. Сами препараты фибриногена, конечно же, безопасны и эффективны. В кардиохирургии мне не встретилось столь подробных исследований, как вот в предыдущем, где был проанализирован опыт на 27 тысячах примененных доз. Вот мета-анализ 121 пациента и проспективное исследование 116 больных демонстрируют высокую эффективность препаратов фибриногенов в кардиохирургии. Беда в том, что у нас их в стране пока нет. Концентраты протромбинового комплекса. Очень интересная группа лекарств, содержащая второй, седьмой, девятый и десятый факторы свертывания. И они создавались для лечения гемофилии B, поэтому содержание факторов в них стандартизовано по девятому фактору. В 60-м году во Франции вышел первый препарат, он был четырехфактором. Потом в силу технологических производственных причин превалировали трехфакторные, затем вновь четырехфакторные, затем в них стали добавлять естественные антигагулянты, снизив их тромбогенную опасность, которая характерна для любых протромботических препаратов. Затем они в гематологии стали не столь актуальны в силу того, что появились монофакторные препараты того же девятого фактора, но зато они нашли применение, например, в кардиохирургии. В 2001 году нам удалось найти первое сообщение, датированное 2001 годом, о применении КПК при тяжелом интероперационном кровотечении в кардиохирургии. Но я хочу обратить внимание на незрелость гемостаза у новорожденных, на снижение уровня естественных прокагулянтных факторов при синих пороках и при делюции у детей. И есть многочисленные сообщения, где демонстрируется эффективность и приемлемая безопасность применения КПК при интероперационных кровотечениях в кардиохирургии. Вот интересная работа из Киева. 23 ребенка, новорожденных и раннего возраста, с низкой массой тела, 3,8 килограммов медиана. И у них при интероперационном кровотечении применен КПК, эффективный гемостаз достигнут в 91% случаев. Мы провели подобное исследование. Данных этих результатов я на слайде не привел. Могу сказать только, что действительно эффективность очень высокая. Но мы измеряли и уровень активности факторов свертывания крови. И мы поняли, что в этой категории пациентов исходная сниженная активность факторов свертывания крови – это очень распространенное явление. И поэтому мы идеологически сделали следующий шаг и набрали группу больных, которые исходно были тяжелыми. Они подвергались тяжелым, сложным реконструктивным вмешательствам по поводу врожденных пороков сердца. Вот они представлены здесь. То есть транспозиция, гипоплазия левого сердца, дефекта ультрологичной перегородки, тетрадофало. И мы вводили КПК до развития кровотечения. То есть через 15-20 минут после инактивации гепарина, не дожидаясь тяжелой геморрагии. И вот что мы наблюдали. Во-первых, мы наблюдали отчетливый гемостатический эффект. То есть тяжелых интероперационных кровотечений. Там было одно, оно потребовало повторного введения препарата. И было остановлено в реанимации повторной рестернатомии, не потребовало. Исходный уровень факторов свертывания в этой группе больных, то есть дооперационный, 50% в среднем. По всем основным второй, пятый, седьмой, девятый и десятый факторы. Средний ОЦК 300 мл, а объем заполнения 255 в этой группе пациентов. Поэтому мы опасались гемодилюции. Но с помощью ультрафильтрации эту проблему удалось предотвратить. То есть после перфузионный уровень факторов свертывания крови ровно такой же, как был исходно. А после введения препарата, 30 единиц на килограмм, он достигает практически норму взрослого, что позволяет избежать кровотечений. Ну, исключением является пятый фактор, что совершенно понятно, потому что его в концентратах протробинного комплекса и нет. Тем не менее, гемостаз эффективен. И вот это интересный момент, хотя говорят, есть очень распространенное мнение, что количество антикоагулянтов естественных в концентратах протробинного комплекса невелико. Вот уровень протеина Си исходный, меньше 50%, на момент окончания ЭК чуть больше. И норма взрослого при применении препаратов, концентратов протробинного комплекса. Ну и таким образом мы делаем вывод, что эта методика раннего применения препаратов, наверное, оправдана в этой группе пациентов. Ну, с условием, естественно, надлежащего контроля. И шунтирующий препарат, рекомбинантно активированный седьмой фактор свертывания крови, который тоже имеет достаточно долгую историю применения. В 80-м году его получили из донорской плазмы. В 90-х годах он уже производился по рекомбинантной технологии. И применялся в гемофилии для реализации шунтирующего пути гемостаза при тяжелой гемофилии. Тем не менее, высокая его эффективность в качестве гемостатики. Вот я вернусь к всеми и обращу ваше внимание, что, во-первых, он позволяет получить десятый фактор и тромбин в больших количествах, обходя внутренний путь свертывания крови, во-первых, во-вторых, контактируя с тканевым фактором, то есть ровно там, где есть травма, ровно там, где есть повреждения сосудов. То есть его применение, мы не восполняем дефицит этого фактора, вводя активированную семерку в организм, а мы резко увеличиваем потенциал внешнего пути свертывания крови и добиваемся гемостаза там, где есть поврежденная стенка сосуда, там, где он может контактировать с тканевым фактором. Естественно, это привело к экспоненциальному взрывному росту потребления и применения препарата во всех областях хирургии, которые связаны с тяжелой кровопотери. Вот это американские данные, 2008 год, примерно с 2000 года он применяется оффлэйбл, в 2001, по-моему, точно так же он применен оффлэйбл в кардиохирургии впервые, и видно, что оффлэйбл применения, вот оно, выросло в 140 раз, а применение в гематологии за те же годы выросло в 3,4 раза. Эффективность и безопасность этого препарата 316 работ, если задать в поисковой строке рекомендантно активированный седьмой фактор свертывания крови и кардиоваскалал соджири, появляется 316 работ в ПАБМЕДе. Вот, на вскидку, несколько из них, детская педиатрическая кардиохирургия, высокая эффективность 83% без наблюдаемых тромботических осложнений. Еще одно исследование, 236 пациентов вводился седьмой фактор свертывания, самая разная кардиохирургия, что представляется важным, это АКШ. Все-таки мы в своей практике опасаемся применять у этих пациентов препарат, потому что в районе межсосудистого анастомоза все-таки вероятность контакта с тканевым фактором достаточно высока, а тромбоз шунта интероперационный до добра не доведет, особенно если мы применяем препарат в условиях массивного кровотечения. Но тоже высокая эффективность и приемлемый профиль безопасности. Метаанализ 23 французских центра, 109 пациентов, приемлемый профиль безопасности. Еще одна работа, снова детская, и тоже, в общем, констатация эффективности и так далее. Встает вопрос, когда применять в кардиохирургии препарат. Горячая голову даже вот такие предложения выдвигает. Но это, наверное, арабская весна в те годы так подействовала на авторов из Египта, потому что, конечно, при коронарной хирургии, да еще и профилактической, это уж, наверное, точно перебор. А гайлайны советуют применять во время кардиоваскалорсоджири, когда все гемостатические опции были исчерпаны. Или после операции, если есть кровотечение, при тех же обстоятельствах, когда все способы исчерпаны. То же самое американцы, все способы ушли и так далее. Но нам представляется, что это несколько консервативный подход, потому что, идя в операционную, мы очень часто знаем, что будет кровотечение, что есть категория больных, которым не надо дожидаться истощения собственной системы гемостаза и, может быть, применить раньше этот фактор свертывания. Здесь я привожу данные канадского. Очень много вопросов к безопасности препаратов. Естественно, как любой прокагулянт, тем более такой мощный и эффективный, рекомендантно активированный фактор 7 обладает способностью вызвать тромбоз. И канадцы у них наибольший во всем мире, в принципе, оффлейбл применения, это лидерство принадлежит акушерству. А у канадцев в кардиохирургии они ведут регистр применения каждого случая применения препарата и проводят анализ. И вот такие данные, правда, уже достаточно старые, но, тем не менее, мне кажется, очень точно отражающие реальное положение вещей. Доза примененного 7 фактора и выраженность кровотечения ассоциированы с количеством побочных эффектов. Однако после того, как это количество приводится к выраженности именно кровотечения, доза препарата теряет важность. И канадцы делают вывод, что так как именно степень тяжести, массивность, скорость, темп кровопотери является наиболее прогностически важной, то любые опции, позволяющие достичь гемостаза, должны быть применены как можно скорее. В своей практике мы считаем, что сложность и вероятность развития интероперационного кровотечения, лабораторные признаки повышенной кровоточивости или само по себе кровотечения являются показанием к применению рекомендантно активированного 7 фактора свертывания крови. Данные в нашей клинике, это уже много сотен пациентов, наверное, больше 700 в общей сложности, где он применялся. И мы видим снижение темпа кровотечения, соответствующую реакцию плотинговых тестов. И это самая разная патология и приобретенные пороки сердца, хирургия аорты, врожденные пороки сердца. Я остановлюсь буквально на двух фрагментах, когда мы пользовались отечественным препаратом, активированным 7 фактором свертывания крови, который является биоаналогом ново-севена, это коагил, и, в общем, наблюдали его высокую эффективность. Вот, например, в группе из 32 пациентов, где операции на восходящие и дуги аорты проводились практически в половине случаев с большим длительным пережатием аорты, длительным же периодом искусственного кровообращения. Всякий раз после введения препарата наступало резкое снижение темпа кровопотери от 560 мл в час в среднем до 180 мл и достижение приемлемого уровня темпа кровопотери к моменту выезда варит. Реакция МНО была даже несколько избыточна, ввиду того, что при коррекции клапанов, естественно, инородное тело в кровотоке остается и МНО 0,7, наверное, это даже чересчур дозировка препарата была 90 мкг на килограмм. Клотин, ТЭК и РОТЭМ демонстрировали значимое уменьшение времени сгущения. Здесь я пролистаю кадры протезирования восходящего отдела аорты и дуги аорты. Все знают, конечно же, эту операцию. Вот пропитывание стенок протеза, кровотечение сквозь наложенные швы, каброль, и, тем не менее, рана мокрая. Темп кровотечения 1200 мл в час. Вводится 90 мкг на килограмм, рекомендантный седьмой фактор свертывания крови, тогда коагил. Темп кровотечения практически через несколько минут падает вдвое, и 100 мл в час к моменту выезда варит. Мы видим изменения на данных РОТЭМ, но я обращу ваше внимание, мне вот эта цифра показалась очень интересной, и мы не сразу, честно говоря, разобрались, в чем дело. Поскольку наша лаборатория в анализе МНО, который мы взяли через 15 минут после введения коагил, выдает напротив МНО знак вопроса. Потом, еще через полчаса, в МНО 0,65 и в реанимации уже 0,8. Мы стали разбираться, в чем дело, и выяснилось, что стандартные анализаторы времени свертывания, они строят так называемые клотинговые кривые, которые состоят из нескольких стандартных частей, то есть задержка, бейзлайн, усиление, ослабление, свертывание и эндпоинт, это точка окончания измерения. И оператор, врач-лаборант, он не видит эту кривую, он ее может вывести по запросу на экран анализатора, но в рутинных настройках анализатора он видит только цифру, цифру протрамбинового времени. Вот так это выглядит, если это вывести на экран аппарата, то есть кривая имеет классическую форму и проходит измерение протрамбинового времени, 12 секунд, то есть МНО единица. Это удлиненное время свертывания, базовая линия серьезно удлинена до 65 секунд, и дальше кривая имеет классическую форму, то есть это МНО соответствует примерно 5. Что происходит при введении избыточного, нефизиологического количества седьмого активированного фактора свертывания с анализатором? Резко укорачивается базовая линия. Больше того, базовая линия иногда даже просто отсутствует, и аппарат выдает сообщение об ошибке. И наши коллеги из института имени Чазова провели инвитро исследование, в котором в разведении в плазме исследовали реакцию вот этих клотинговых кривых на аппарате при добавлении стандартного количества NOVA-7 в образцы плазмы. 2,5 мкг в мл – это не с потолка взятая цифра, это та концентрация, которая ожидается при введении 90 мкг на кг здоровому взрослому пациенту. И только лишь при разведении в 256 раз аппарат начинает строить ту кривую, на которую он способен среагировать, поскольку рабочий диапазон времени измерения минимальный от 8 секунд. А все остальное аппарат выдает как фейл. Тест не пройден. Но наши лаборанты, и мы сталкивались с это в своей практике, трактуют его как нет коагуляции, и в заключении пишут «не свернулось». И это, мне кажется, достаточно важным моментом, практическим, который может привести к ошибке, если мы через полчаса после применения активированного седьмого фактора свертывания берем коагулограмму и получаем результат «не свернулось», что может спровоцировать, например, на применение какого-то дополнительного гемостатика или повторной дозы седьмого фактора свертывания крови. Группа детей – это тоже очень сложные пороки, тоже высока вероятность кровотечения интероперационного, которую мы и наблюдали, и схожая со взрослыми результатами эффективности его препарата с чуть меньшей реакцией МНО. Поэтому в своих выводах мы делаем такое заключение, что взрослые должны получать все-таки редуцированную дозу 60-70 микрограмм на килограмм, хотя, опять же, в мировой практике указывается дозировка в 80 микрограмм, а дети – это 100 микрограмм на килограмм. И рекомендантный седьмой фактор свертывания крови должен применяться максимально рано. Я остановлюсь на нескольких работах, мне время позволяет это сделать, которые говорят об отрицательных сторонах применения. И это рекомендантного седьмого фактора свертывания. Это, мне кажется, тоже очень такой большой вопрос к этим исследователям. Вот, например, ситуация анализа при остром расслоении аорты – ретроспективный анализ, потому что проспективные, рандомизированные плацебо-контролируемые исследования, ну, мало возможно, если пациент истекает кровью, вряд ли кто-то возьмет на себя смелость водить ему физраствор, зная, что можно реально помочь. Вот, и констатирует большую частоту гемотрансфузий и необходимость в плазмотрансфузиях при применении активированного седьмого фактора свертывания. Мэтч-контрол, однако, ни продолжительность ИВЛ, ни смертность, ни продолжительность пребывания в реанимации между группами не отличаются. На мой взгляд, это, наоборот, говорит в пользу препарата, поскольку ведь он применялся, согласно гайдлайнам, как препарат крайней линии, то есть, когда человек уже, ну, уже все пути были исчерпаны, тяжелейшее кровотечение, а результаты в группах одинаковые. Очень похожая ситуация и с детьми. Большая работа из бостонской клиники, из Boston Children's. 149 детей получили активированный седьмой фактор свертывания, Мэтч-контрол 283 пациента, и то же самое. Констатируется, что большая частота, значимость высокая тромботических осложнений. Но мы каждый раз, здесь видно, что дети были сопоставлены, группы подбирались пары по десяти признакам, в том числе и по оперирующим хирургам. Мы все знаем, что мы можем годами ходить в операционную, примерно на одни и те же операции, примерно с одними и теми же хирургами, и когда оно закровит, то оно закровит. Поэтому любой способ подобрать пару к этому пациенту, он хорош, мы сопоставили по всем признакам, но он-то не кровил, а этот пациент кровил. И то же самое. Получается, что в группе с применением NOA-7, в группе с применением тяжелейших кровотечений, общие результаты, они такие же, как в той группе, где кровотечений не было. И сами авторы, конечно, говорят, что рандомизированные исследования должны быть все-таки проведены для того, чтобы этот вопрос решить. И вот один из мета-анализов, их совсем немного, посвященных применению рекомендантной семерки в кардиохирургии. Вот 470 пациентов, 6 трайлов и заключение. Назначение рекомендантной семерки может приводить к значительному повышению числа инсультов. Ну и мы дискутировали в свое время с Владимиром Владимировичем Ломи-Воротовым по поводу этой работы. Я разобрал ее чуть подетальнее. И вот смотрите, опять же, из этих 6 работ, из 470 пациентов, вот два рандомизированных исследования. 100, 170 и 20 пациентов. Остальные – это вот те самые ретроспективные, попарно контролируемые, попарно сравниваемые исследования. И посмотрим на каждое из этих двух. Первое – 20 больных, 10 получали, 10 не получали. В первой группе 13 единиц трансфузионных у двух пациентов, во второй группе 105 единиц трансфузионных у 8 пациентов. И вторая работа там, где пациентов больше. И результаты показывают численные, независимые от дозы увеличения числа неблагоприятных событий, но не имеющие статистической значимости. А в то же время на 50% реже потребовалась рестернатомия, и значительно реже они получали трансфузионные компоненты. Почему-то объединенные в мета-анализ эти исследования продемонстрировали результат совершенно противоположный тому, который указывают авторы этих работ. Ну и еще раз скажу о том, что в каждом деле главный инструмент. Не буду задерживаться на тяжелой схеме. Просто в резюме. Новорожденная и делюция – это фибриноген и концентраты протарбинного комплекса. Та же группа, но с тяжелой хирургической травмой и кровопотери – это активированная КПК или активированная семерка. Хирургия аорты, массивная травматизация тканей – это активированная семерка. И в условиях тромбоцитопении, что очень важно, она тоже работает. Благодарю за внимание.